Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Республики Рашид Тимрезов в режиме видеоконференции принял участие в работе стратегической сессии в инновационном центре Сколково, которую провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснулин. Обсуждались стратегические задачи, стоящие перед Россией в сфере строительства, ход реализации приоритетных нацпроектов, механизмы комплексного развития территории. На сессии была представлена стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035. Она формировалась в том числе и на основе предложений из регионов. Марат Хуснулин в своем выступлении затронул такие важные вопросы, как импортозамещение, применение современных цифровых технологий, эффективное территориальное планирование и других. Все это направлено на решение главной задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным – постоянное улучшение качества жизни людей. Сегодня в Малом зале правительства Крачево-Черкесии обсуждали степень готовности региона к осенне-зимнему периоду. Участие в мероприятии, где затрагивались важные, в том числе проблемные вопросы, принял заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак. В ходе совещания он сообщил, что обеспечение энергоресурсами конечных потребителей в СКФО находится на особом контроле в федеральном ведомстве. В частности, было отмечено, что в зоне внимания экспертов числятся аварийность в электросетевом комплексе, качество обслуживания предприятий и населения и многое другое. В свою очередь, председатель правительства республики Мурат Аргунов рассказал о том, что работа в Крачево-Черкесии по подготовке к осенне-зимнему периоду идет в плановом режиме. Имеются все необходимые ресурсы для беспроблемного прохождения сезона холодов. Надеюсь, те решения, которые сегодня были приняты, они, конечно же, улучшат состояние как электросетевого хозяйства, так и энергетики в целом. И позволят более качественно оказывать услуги, в первую очередь, для населения ресурсоснабжающим организациям. Для нас подготовка из ОЗП – это основная задача на сегодняшний день. Это подготовка энергетического комплекса, коммунального комплекса к прохождению осенне-зимнего периода. Я, Евгений Петрович, благодарен, что особое внимание Минэнерго уделяет и нашему региону, и в целом Северному Кавказу. Хочу сказать, что достаточно активными темпами у нас идет подготовка с опережением планов, установленных согласно постановлению правительства региона. На сегодняшний день готовность субъекта составляет 96%. Количество бродячей живности на улицах Черкеска не может не пугать. Каких-то 2-3 года назад казалось, что городским властям удалось с помощью профилактических мероприятий взять под контроль популяцию бездомных собак. Однако нынешняя статистика случаев нападения четвероногих на людей свидетельствует о том, что проблема нуждается в срочном решении. Тему продолжит Артур Мхце. Алло, здравствуйте. Это с поликлиники вас беспокоят. Вы на огурчик не подошли. Можете сегодня подойти в сечение дня? Медперсонал хирургического отделения городской поликлиники обзванивает жителей Черкеска, пострадавших в последнее время от укусов собак. А ведь немало и тех, кто до последнего избегает встреч с эскулапами, надеясь, что все обойдется. К сожалению, за последнее время участились укусы бродячих собак. К нам ежедневно обращаются порядка от двух до пяти человек. И мы им расписываем полностью график, как к нам обращаться. Этим гражданам нет необходимости стоять в очередях или как-то записываться к нам. Они идут к нам без очереди. Приходят, говорят, что пришли на очередную прививку. Мы им сразу же ее выполняем. И пациент дальше идет по своим делам. В Черкесске много сердобольных горожан, которые готовы быть своего рода адвокатами четвероногих. Мол, те не виноваты, что живут на улице. А значит, надо с пониманием отнестись к подобному соседству. Когда стаи, вообще страшно. Я обхожу лишний раз. Но мне самой... Ну, их не знаю, честно. Я сама думаю об этом постоянно. Я не знаю, что с ними можно сделать. Но они должны жить. Да, в том, что собаки стали бездомными, чаще всего виноваты люди. Заводят маленького милого питомца, а когда тот вырастает, выбрасывают за ненадобностью. Ранее часто, в том числе и на федеральном уровне, говорилось о необходимости чипировать домашнюю живность. Чтобы затем можно было выявить нерадивых хозяев и наказать их. Но сейчас, что имеем, то имеем. Голодные собаки бросаются на прохожих. Иногда лишь своевременное вмешательство очевидцев спасает жертв от тяжких последствий. Меня нападали. Бродячие собаки вчера, позавчера. Такое было очень страшно. И как удалось избавиться? Я не знаю, какой-то парень был, мужчина, он от меня их оцепил. Кому-то живность жалко, другие готовы на всё. Лишь бы обезопасить себя и родных от милых, но в некоторых ситуациях злобных четвероногих. В течение нескольких лет городские власти за счёт профилактических мероприятий контролировали популяцию бродячих собак. Чипировали, вакцинировали, стерилизовали. Возможно, и сейчас делается нечто подобное. Вот только результат почему-то совсем не заметен. Проблема есть, и её необходимо срочно решать. Не исключено, что за счёт создания стационарного приюта для бродяжек. Но будет ли возможность держать их там на постоянной основе? Пока же жители ряда микрорайонов Черкеска нередко боятся в тёмное время суток ходить по улицам и отпускать своих детей в школу, детский сад, зная, что где-то рядом в поисках пропитания бродят стаи голодных бывших друзей человека. После многочисленных обращений от горожан в Черкеск приехали специалисты по отлову бродячих собак. Предполагается, что пойманная живность отправится в Кисловодский приют временного содержания для проведения всех необходимых процедур. Артур Мухцей, Мухаммед Ашебоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-13, в горах до плюс 7, а днём 24-29 градусов тепла и местами до плюс 21. В Черкесске без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 11-13, а днём 27-29 градусов тепла. Мировые стандарты лечения катаракты в Пятигорске. Глазная клиника «Факт». Ведущие хирурги из крупнейших городов России. Передовое оборудование и высокотехнологичные хрусталики из Америки и Европы. Избавьтесь от катаракты за один день. Глазная клиника «Факт». Пятигорск. Телефон 8 800 700 90 89. 8 800 700 90 89. Атовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на всё. Наличные и безналичные расчёты, а также кредит. Черкеска, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8 938 030 30 50. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Продолжаем выпуск. Супружеская чета Хаджи Мурата и Фатимы Макаовых из аула Азиюка встретила эту золотую осень золотой годовщиной совместной жизни. Вот уже 50 лет супруги идут по жизни, рука об руку, заслужив своим достойным примером и добрыми делами громкую славу не только в родном районе, но и всей Карачаево-Черкесии. Листы семейного альбома Макаовых вместе с гостями празднество перелистала и Фатима Даурова. В этот особенный день Хаджи Мурат Якубович и Фатима Хаджи Смеловна Макаовы во дворе своего дома встречают дорогих гостей, которые пришли их поздравить со знаменательной датой. Сегодня вы наши юбиляры. Нам очень приятно, что мы сегодня с такой хорошей миссией пришли к вам. Поздравляем вас, желаем вам долгих лет жизни. Вы всегда были примером в этом ауле, в нашем районе. Большой вклад внесли своей деятельностью. Мы желаем вам, чтобы ваши внуки, ваши дети также продолжали этот путь. Дай Бог, чтобы вы еще сто лет прожили. Солидный супружеский стаж – повод для гордости. Год за годом супруги Макаовы вместе преодолевали сложности, решали вопросы, учились понимать друг друга без слов. Их союз прочно скреплен уважением, заботой и благодарностью. Они поддерживали друг друга во всех начинаниях и всего добились в жизни именно благодаря этой поддержке, стараниям и труду. Сила нашей семьи – это дружба, это любовь, это уважение друг к другу. Как полагается на Кавказе, чтобы младшие уважали старших, старших уважали своих детей, чтобы любили дети, чтобы они хорошо учились, чтобы они любили своих родителей, своих предков, чтобы не забыли особенно предков. Семейная жизнь не обходится без испытаний. Семья Макаовых – не исключение. Хаджимурат Макау всю жизнь посвятил развитию сельского хозяйства в родном районе. Начинал трудовой путь с должности зоотехника в колхозе Путилича. А на пенсию его уже провожали в качестве директора коллективного хозяйства Зиюковская. Под стать ему и его супруга Фатима Хаджи Смеловна – представительница прекрасной половины человечества, в которой так тонко уместилось умение быть замечательной матерью и хозяйкой дома, с деловым характером руководящей женщины. Находясь на должности главы администрации Хабецкого района, она принимала сложные решения, которые благотворно влияли на его развитие в целом. Деловой решительный характер на работе тонко сменялся материнской нежностью и любовью в семье. Полвека Хаджимурат Якубович и Фадима Хаджи Смеловна рядом друг с другом, и в радости, и в горе. Золотые юбиляры отмечают – универсального рецепта счастья нет, он ведь у всех индивидуальный. Женщина – это основа семьи. И самое главное, какая женщина, такая семья будет. На 90% все зависит от женщины. Она должна тонко чувствовать мужа, она должна тонко чувствовать детей, потому что общее между ними вообще все должна создавать женщина под атмосферу в доме. Драгоценной наградой для них является семья. Они вырастили и воспитали четверых детей. Сегодня дом Макаовых наполнен уютом и теплом. Замечательных бабушку и дедушку радуют счастливые голоса многочисленных внуков и внучек. Всегда она была примером того, какой должна быть женщина, по крайней мере для меня точно. Я считаю, что она образец всего. Работающая женщина, любящая мамы, любящие жены, самой замечательной бабушки. Мне кажется, она воплощает в себе все то, что поэты, художники, когда говорят «настоящая женщина», я считаю, что она и есть символ настоящей женщины, которой мы все должны стремиться. Я и в том числе, что я пытаюсь сделать, но получается или нет – это уже второй вопрос. В свои 83 года Хаджимурат Якубович лихо отплясывает зажигательную лесгинку в паре со своей внучкой. Красивая картина. Замечательный итог танца длиною в 50 золотых лет. И если верно, что супругов соединяют небеса, то эту пару подбирали с большой гарантией качества и любви. Фатима Дурова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Детям помог справиться с душевными травмами. Уже как месяц на базе Республиканского центра «Надежда» при поддержке Минсоцтруда и Республики и Уполномоченного по правам ребенка создана региональная опорная площадка по оказанию помощи детям, пережившим психоэмоциональные травмы, в том числе детям из зон боевых действий. На эту тему провели встречу со специалистами, заинтересованных в успешной реализации проекта. Альбина Ламкова продолжит тему. Инновационный проект реализуется фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и органами исполнительной власти. В реабилитационном центре «Надежда» уверены, что для решения любой проблемы необходима совместная работа специалистов. Тогда и помощь будет оказана быстро и максимально эффективно. Поэтому проводят встречи со всеми специалистами, которые могут оказать воздействие на работу региональной опорной площадки по оказанию помощи детям, пережившим психоэмоциональные травмы, в том числе детям, возвращаемым из зон боевых действий. Данный проект рассчитан на четыре жизненные ситуации. Целый месяц работала фокус-группа со всех регионов, которые разрабатывали алгоритм работы, необходимый с данной категорией семей и детей, для поддержания этих семей, не только психологические, но и юридическая помощь, им будет оказываться медицинская помощь, будет оказываться социальная помощь. Несомненно, специалисты реабилитационного центра «Надежда» – профессионалы, которые имеют большой ежедневный опыт работы с детьми в трудной жизненной ситуации. Конечно же, фактор социального недоверия присутствует. Многие уверены в том, что не получат необходимую помощь. Однако это совсем не так. Но, к сожалению, к нам дети попадают уже по факту случившегося и не по личному обращению. Тогда, когда уже проходят какие-то следственные мероприятия. Если районы будут с нами сотрудничать и будем выявлять такие семьи на ранней стадии, конечно, эффект будет лучше и результат будет намного выше. Проект будет работать в течение года. Помощь оказывают бесплатно. Достаточно обратиться лично или же по круглосуточному телефону доверия 8-878-2-27-15-05. Затем в удобное время можно будет встретиться с нужным специалистом. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Корчаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Елизавета». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова